Так детский сад «Орленок» выглядел ровно два месяца назад. На площадке еще только заливали фундамент. Тогда глава Анапы поставил перед строителями задачу – сдать садик необходимо до конца года. Мы активизировались на этом садике, еще готовим площадки по строительству садиков, заканчиваем лазурный строить садик. Меня интересует самое главное – движетесь ли вы в графике. График строительства Юрий Поляков контролировал лично. Результат налицо – за два месяца был полностью возведен первый этаж. Завершается строительство второго. Вскоре в детский сад проведут коммуникации. Одновременно ведется установка крыши и отделка фасада. Сегодня объект проинспектировали специалисты городского управления образования. На месте обсудили, что необходимо доработать. Меня интересует страна безопасности. Для нас это сейчас уже немаловажно. Периметральный, где находится охрана, вот это все. Комната для охраны предусмотрена. Предусмотрено в проекте у нас, естественно, и видеонаблюдение по периметру, охранно-пожарная сигнализация, кнопка пульт вывода, если что-то будет происходить, чрезвычайные какие-то ситуации. Это уже предусмотрено в проекте. Планировка здания рассчитана так, чтобы рационально использовать каждый квадратный метр. Совмещенный спортивный и музыкальный зал, столовая с раздельными цехами, расположение беседки и комнат отдыха. Все соответствует всем ГОСТам. Рабочие работают ежедневно, начиная уже с 8 утра. Есть бригады, которые работают на внутреннем блоке отделки. И мы используем сейчас любой день, час, минуту, потому что погода нам благоприятствует. И глава поставил задачу пристально наблюдать за этим объектом, под постоянным контролем, что мы и делаем. Детский сад Орленок рассчитан на 80 человек. Строительство здания планируется закончить в декабре, а уже в первом квартале следующего года здесь примут воспитанников.